Дом Денег Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о ситуации на дорогах города и области, а также о происшествиях. Всем здравствуйте! В Благовещенске сотрудника исправительной колонии поймали во время получения взятки. По данным следствия, за вознаграждение подозреваемый обещал подготовить документы, необходимые для условно-досрочного освобождения одного из осужденных. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области выкручено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в получении взятки за заведомые незаконные действия. Подозреваемый был задержан при получении денежных средств от гражданина во второй половине дня 21 сентября 2016 года в автомобиле, припаркованном возле одного из домов, расположенных по улице Островского в городе Благовещенске, в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-расследственных мероприятий. По данным следствия, за полученное вознаграждение подозреваемый обещал подготовить документы, необходимые для положительного решения вопроса об условно-досрочном освобождении одного из отбывающих наказаний осужденных. Кроме этого, в распоряжении следственных органов СК России дополнительно поступили материалы, свидетельствующие о том, что подозреваемый причастен еще к нескольким преступным эпизодам, в котором ранее он получал вознаграждение также за незаконные действия в пользу осужденных в суммах от 35 до 100 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следователем в суд направлено ходатайство об избирании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, расследование уголовного дела продолжается. И о ситуации на дорогах. Жесткая авария произошла в Благовещенске на перекрестке Октябрьской и Пионерской. Здесь столкнулись Toyota Rush и Toyota Alleyone. Водители спорят, кто виноват в ДТП, у каждого своя версия. Оба утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. Девушка на Rush ехала по Октябрьской от Калинина в сторону Театральной. Мужчина на Alleyone по Пионерской от Красноармейской в сторону Северной. На перекрестке они встретились. От удара Rush занесло, машина опрокинулась на крышу. По информации службы аварийных комиссаров содействия пострадали двое – водитель и пассажир Rush. По улице Островского между Красноармейской и Октябрьской произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Progress и Toyota Fankargo такси. Оба авто двигались по улице Островского от Красноармейской в сторону Октябрьской. Водитель Fankargo выезжал задним ходом, не заметил оппонента и совершил столкновение. Повреждения получили только авто. По улице Студенческой напротив строения номер 19-2 произошло столкновение двух транспортных средств – Toyota Fankargo и мотоцикла. Водитель Toyota Fankargo выезжал со второстепенной на студенческую и поворачивал налево в сторону центра города. Не пропустил мотоциклиста и получил от него удар в заднюю левую часть автомобиля. К счастью, мотоциклист не пострадал, а вот его транспорт вряд ли подлежит восстановлению. У Fankargo повреждения умеренные. На пересечении улиц Северная и Политехническая в ДТП попали сразу три автомобиля – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Vitz и микроавтобус. Автобус двигался по улице Северной в направлении Театральной и на пересечении с Политехнической имел преимущество перед второстепенной, с которой выехала Toyota Vitz в направлении ЖД вокзала. Vitz не пропустил микроавтобус и ударил его в переднюю левую часть. От удара оба автомобиля отбросило на Land Cruiser стоящий пропускающий автобус, и который намеревался продолжить движение по Политехнической в сторону улицы Ленина. Не получилось. В ДТП пострадал водитель микроавтобуса, гражданин Канэр. Повреждения авто значительные. Автомобили Ниссан Ноут и микроавтобус Литайс стали участниками ДТП на пересечении улиц Ленина и Железнодорожной. Оба автомобиля двигались по улице Ленина в сторону Верхнеблаговещенска. Ниссан начал поворачивать налево во двор дома по адресу 190-2. А в этот момент водитель Литайса решил его объехать по встречной полосе, и, соответственно, произошло столкновение. Люди не пострадали, повреждения авто умеренные. По улице Студенческой в районе дома 17-1 встретились Ниссан Куб и Тойота Фанкарго. Куб двигался по улице Студенческой в сторону микрорайонов. Фанкарго выезжал с прилегающей территории и, не пропустив Куб, допустил столкновение. Никто не пострадал, а вот повреждения авто значительные. По улице Мухина между Горького и Амурской произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Тойоты Премия. Оба авто двигались по улице Мухина в сторону улицы Ленина. Тойота остановилась, чтобы выполнить поворот налево, пропускала встречный транспорт, а водитель автобуса, утверждая, что был ослеплен солнцем, не увидел впереди себя авто, и произошло столкновение. Повреждения авто значительные. И опять улица Мухина, на этот раз между улицами Заводской и Пролетарской. Мазда Дэмия двигалась по улице Мухина со стороны микрорайона в сторону центра. Тойота Креста в противоположном направлении. Водитель Креста намеревался повернуть налево, на парковку магазина не пропустил Мазду, и произошло жесткое столкновение. В ДТП пострадала девушка-водитель Мазды. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале isen24.ru. На этом у меня сегодня все. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok